Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают бодрый сейчас, так и не скажешь, что ты еще несколько дней назад валялся в постели с большой температурой. Рад тебя видеть в здравии. Здорово, что вся семья твоя тоже. Все поправились. Это очень круто. И спасибо тебе за возможность провести мой прошлый мир. Было классно. И у нас тут на игре вообще было воссоединение семьи Елена Ханга, наша телеведущая. Сначала с племянником, о котором она даже не знала. Адам Ханга, игрок Барселоны. Как это было? Слезу пустил. Она пришла сюда, рассказала нам эту историю. И только после матча она увидела своего племянника. Она пригласила его домой. Друзья, в социальных сетях ВКонтакте прямо сейчас напишите, из какого города вы смотрите этот эфир. В каком городе вы болеете за лучшую команду Европы? Пишут Омск, Астрахань, Армавир. Есть, поехали. Давайте передаем всем городам огромнейшие привы. Привет. Так, дальше, куда идем? Зеленоград, Краснодар, Нью-Йорк. Нью-Йорк нас смотрит. Сейчас мы плавно, знаешь, что прием, что сейчас люди клипы начнут заказывать у нас здесь, как в музыкальном эфире. Аналитик, тележурналист и просто легенда камерного цеха Никита Загдай. Спасибо, Женя, за приглашение. И приятно быть на матче Евролиге, когда играют российские команды. Согласен. Это очень круто. Особенно не ЦСКА Химки, когда просто... Мы привыкли к этой вывеске ЦСКА Химки, когда добавляется еще одна команда. И Уникс был, и Локомотив Кубань был, и сейчас Зенит. Это очень приятно, когда лучший баскетбол в Европе, с участием двух российских команд. Это круто. Ты делаешь про эту самую Лигу ВТВ и касаясь Евролиги, самый долгоиграющий журнал на нашем телевидении и вообще в интернете. Седьмой год, правильно? Вид сверху, седьмой год в эфире. И это серьезный марафон, почти такой же, как Евролига в этом году. Когда ты не можешь ни заболеть, ни уехать в отпуск, ни даже каникулы ты проводишь зимние на работе, потому что у нас в этом году эфир был 1 января. Вид сверху Никита Загдай. Каждую среду смотрите нас после обеда. Смотрите нас в эфире. Мы стараемся делать баскетбол. Баскетбол делает нас лучше, а мы его красочнее. Андрей Воронцевич, игрок команды ЦСКА Форвард и сборная России прямо у нас здесь сейчас в студии. Вчера расскажу для вас, дорогие зрители, на тренировке произошел такой очень неловкий момент, когда Даня пошел в проход и два больших выпрыгивали, чтобы его накрыть и попали, насколько я понимаю, в бедро коленом. И, грубо говоря, лося получил. Ну да, или как у нас еще говорят, спустил шину. В общем, собственно, не знаю сколько. Пожелаю ему здоровья. Надеюсь, быстро восстановится. Обычно такие удары, они в течение недели точно восстанавливаются. Ну посмотрим. Я не доктор, не могу говорить точно. И это не математика. Пожелаю ему скорейшего выздоровления. Андрей Воронцевич на матчестве звезд Динни Лиги ВТБ выступил ведущим, корреспондентом и автором собственной рубрики. Было круто. Как тебе? Ты сам смотрел себя потом? Да, да, я видел. И очень приятно было пообщаться со стороны журналиста, не только со стороны друга, своих товарищей по команде, матча всех звезд. И просто позадавать вопросы, так скажем, инсайдерской информацией, поделиться со зрителем. И, естественно, если будут у меня такие возможности еще, хотя не хотелось бы, конечно, травмированному быть журналистом, но, тем не менее, хочется поскорее восстановиться и выйти на паркет. Ну а если вдруг выдастся еще такой момент, то, конечно, с удовольствием, с радостью порадую вас, болельщиков, своими новыми видео. Ну и самый главный вопрос на сегодня от Антона. Андрей, какого у тебя рост? 207 сантиметров мой рост. У меня 1,85 метра, чтобы вы понимали, это выглядит примерно вот так. Да, он еще на тумбе стоит, вы не видите. Он здесь в тумбе, он так-то пониже просто. Да нет, ну что, он парень высокий. Кстати, в баскетбол играют, в ваш покорность. Андрей Евранцевич, Евгений Сиды. Счастливо, увидимся здесь же. Пока-пока.